Девушки отдыхают Девушки отдыхают Видеосюжет, который мы специально для этого подготовили, пока Бурков занимает свое место в комитетовской кабине Сейчас мы видим сюжет о том, как за пятницу и субботу пилоты проходили так называемые квалификационные круги Для определения порядка статуса и субботу Различные пилоты во время этих двух квалификационных заездов проходили по разному количеству кругов Кому-то больше потребовалось, кому-то меньше В зависимости от того, насколько уверены в себе были эти пилоты Сейчас мы увидим, как неудачно проходил один из кругов Айртонсцена Когда, так сказать, он пытался бешеным риском компенсировать недостатки своего автомобиля И был вынужден повредить задний спойлер Такая же неприятность случилась при выходе из туннеля и с Герхардом Бергером Но, тем не менее, они, в общем-то, справились со своими задачами и проехали неплохо Настоящим подвигом, конечно, было четвертое время Жанна Ализи Феррари, которого явно проигрывает сейчас как Уильямсом, так и Маклареном Вот сейчас Бергер вылетел в красе, как Уильямсом, так и Маклареном Но в то же время ему удалось опередить и молодого, талантливого Михаиля Шумахера Которого мы уже видели уже, и Герхарда Бергера, и своего товарища по команде Ивана Капелли и Мартина Брандова Да, дуэт из команды Уильямс Рено был опять непобедим, скажем так Найджел Мэнсел выиграл квалификацию, причем установив новый официальный рекорд круга На тренировках и впервые в истории гонок по Монте-Карло А это уже 50-е гран-при Монте-Карло, из них 39-е в составе чемпионата мира по Формуле-1 Он превысил среднюю скорость 150 км в час Но если вы уже смотрели наши предыдущие трансляции, то вы поймете, что эта скорость для Формулы-1 просто смешна Так как обычная средняя скорость прохождения круга колеблется на других автодромах от 210 до 260 км в час Но гран-при Монако отличается, так сказать, своей сложностью Вы видели, по каким узким улочкам, высокие отбойники, 360-ти градусные виражи, перепады высот Практически полная невозможность обгонов Все это затормаживает действия гонщиков настолько, что вот средняя скорость обычно колебалась где-то в районе 130-140 км в час Спасибо, Алеша Я хочу вызвать Алексея Буркова Я надеюсь, он уже пришел на свое место Алеша Бурков Я надеюсь, он уже [♪ on сухой